Позвольте представить Ваше внимание доклад на тему анализа характера, частоты осложнений, возникших в отдалённой сроке после радикальной цистоктомии с артопической деривацией мочи у женщин. В течение последних десятилетий отмечается значительный прирост заболеваемости рака мочевого пузыря у женщин. Чаще отмечаются начальные стадии заболевания первая и вторая, реже встречаются третья и четвёртая стадии заболевания. Всё это привело к тому, что увеличилось количество пациенток, подвергнутых радикальной цистоктомии с артопической деривацией мочи у женщин. Необходимость наблюдения данных пациенток, рост количества таких пациенток и выявление своевременной коррекции осложнений потребовало от нас проведения данного исследования. В нашей клинике с 2004 по 2018 год радикальная цистоктомия по поводу рака мочевого пузыря была выполнена 120 пациенткам. В почти 60% случаев выполнена артопическая деривация мочи. В качестве сегмента подвздошной кишки данная операция выполнена у 68% пациенток. И в 32% пациенток использовался сегмент толстой кишки. Одним из таких осложнений у 9 пациенток был выявлен уротерогидронефроз. Причиной уротерогидронефроза является стриктура уротерорезервуарного анастомоза. Судя по нашему исследованию, в том числе у двух пациенток стриктура сформировалась с обеих сторон. К сожалению, в трех случаях данное состояние было выявлено достаточно поздно, что привело к формированию терминальной формы гидронефроза с потерей функции почки. Еще одним осложнением со стороны верхних мочевых путей у нас регистрировался активный резервуарно-мочиточник рефлюкс, который приводил к частым атакам пионефрита. Он регистрировался в двух случаях. Пациенткам со стриктурами уротерорезервуарного анастомоза выполнялись следующие методы оперативного вмешательства. Двум пациенткам на первом этапе была выполнена чрезкожно-пункционная нефростомия, причем у одной пациентки с обеих сторон. Четырем пациенткам выполнялась реконструктивная операция по формированию уротерорезервуарного анастомоза. В одной пациентке из этой группы операция была выполнена с обеих сторон. Одна пациентка отказалась и от пункционной нефростомии, и от реконструктивной операции. В последующем прогрессивала хроническая почечная недостаточность, потребовавшая перевода на хронический гемодиализ. И одна пациентка продолжала жить с нефростомой, отказалась от реконструктивной операции. На данном слайде вы видите клинический пример. Пациентка после радикальной цистектомии с ортопедической дерзацией мочи в модификации ВИАПИ было выявлено уротерогенный рефроз слева, структура уротера резервуарного анастомоза. В данной пациентке была выполнена реконструктивная операция с полным восстановлением уротерогенов и верхних плечевых путей слева. Следующим осложнением, которое мы регистрировали у пациенток, это был резервуар влагалищный свеч. Он был зарегистрирован у двух пациенток. Данные случаи были в самом начале нашей работы. В настоящий момент это осложнение не регистрируется в нашей клинике. В обоих случаях была выполнена успешная трансвагинальная пластика свеча. В 7% случаев выявлялись камни резервуара. Выполнялся резервуар элитрепсия. Также на этом слайде вы видите клинический пример. Пациентка после радикальной цистетомии с ортопической деривацией мочи обратилась в клинику с жалобой на дезурию. По данным дообследования по компьютерной томографии заподозрено наличие конкремента полностью резервуара. Выполнена резервуар элитрепсия. В этом случае обнаружена сгустокалицинированная слизи, которая была успешно эвакуирована. После этого юлина дезурия у пациентки прекратилась. Пациентка выписана в удовлетворительном состоянии. В одном случае у пациентки после ДТП произошел разрыв резервуара. Потребовалось вышивание дефекта резервуара. В одном случае по месту жительства у пациентки возникла остро задержка мочеспускания. Ей была выполнена пункционная резервуар эстомия. И в одном случае возник гиперхаллоремический ацидоз. У 7% пациенток после операционного периода сформировалась вентральная послеоперационная грыжа. Данным пациенткам было выполнено грыжесечение пластикосечетым эндопротезом. Таким образом можно сформировать следующую категорию осложнений у пациенток в отдаленные сроки после радикальной цистектомии с ортопической дериватой мочи. Первая категория – это осложнение с стороны верхних мочевых путей. В нашем исследовании регистрировалось в 15,5% случаев. С целью раннего выявления данных осложнений необходим регулярный УЗИ-мониторинг состояния верхних мочевых путей по показаниям КТ либо МРТ-исследованию. Следующая категория осложнений – это осложнения с стороны резервуара. Они регистрировались в нашем исследовании в 10% случаев. Профилактикой подобных осложнений также является регулярный УЗИ-мониторинг по показаниям, необходимо выполнять резервуароскопию, санацию резервуара. Третья категория осложнений – это послеоперационные вентральные грыжи, которые также сформировались у 7% пациенток. Таким пациенткам, особенно при больших грыжах, рекомендуется выполнение грыжесечения пластики с сетчатым эндопротезом. И нарушение кислотно-щелочного и электролитного баланса – достаточно редкое осложнение. В нашем исследовании оно регистрировалось лишь у одной пациентки. Такой вид осложнений более характерен для других методов дериваться мочи, в частности, это отведение мочи в симовидную кишку и формирование гетеротопического мочевого резервуара. В заключении хочется сказать, что радикальная цистектомия с кишечной пластикой мочевого пузыря часто связана с риском развития отдаленных осложнений. Анализ причин развития осложнений, а также разработка мер, профилактики и коррекции данных осложнений являются важными компонентами достижения благоприятных отдаленных результатов. Спасибо за внимание. Спасибо за великолепный доклад. Вагиф Ахмедович у нас уже как классик по выполнению радикальных цистектомий. И всегда приятно слушать сотрудников, которые анализируют материал, который есть в клинике. Коллеги, вопросы, пожалуйста. Мне кажется, очень интересная тема. Большое спасибо за доклад. Действительно, тема очень интересная. Вагиф Ахмедович, мне кажется, во многом полагет хирургии. Скажите, вот я не услышал в вашем докладе функциональных результатов у женщин. Все-таки как они мочу держат? Тем более, что у вас достаточно большая представительная группа 120 пациенток. Насколько они в функциональном плане живут адекватно? Спасибо. Спасибо за вопрос. Отвечу на него следующим образом. Данное исследование являлось диссертационным, поэтому одной из тем диссертаций являлись именно функциональные результаты операции у пациенток. В нашем исследовании мы анализировали функциональные результаты непосредственно у пациенток с ортопической деревоцией мочи. Мы сравнивали эти функциональные результаты пациенток с различными модификациями операций. В целом я могу сказать, что по нашим результатам у 60% пациенток была достигнута континенция. Они использовали так называемые лишь страховочные прокладки. То есть они не предъявляли жалобы на активное недержание мочи. Процент недержания все равно остается высоким достаточно, я так понимаю, вы оцениваете его. Как вы с ним боретесь? Есть ли у этих пациентов потребность в дальнейшей хирургической коррекции? Спасибо за вопрос. По опыту нашей работы хирургической коррекции недержания мочи мы практически не прибегали. Лишь в одном случае пациентке при выраженном недержании мочи был установлен субарутральный слинг. Но положительного результата от этой операции мы не получили. Поэтому методы, которыми мы прибегаем для лечения пациенток с выраженной инконтиненцией, это пациентки используют прокладки в том или ином количестве в течение суток. И важно, конечно, выявить состояние гиперконтиненции, потому что зачастую недержание мочи возникает следствие переполнения. Если у пациентки имеется гиперконтиненция, то такую пациентку обязательно нужно перевести в режим самостоятельной самокатеризации. Заур Кимонович, скажите, у вас такой вопрос. Вы показываете осложнение после ортопической пластики у женщин, но в продолжение того, о чем мы говорим. Конечно, наиболее часто этот вопрос возникает о функциональных результатах после цистоктомии. В то же время, те осложнения, которые вы показывали, на мой взгляд, также характерны и после цистоктомии у мужчин. Или все-таки вы какие-то видите отличия от тех осложнениях, которые вы перечислили в женской и мужской популяции? Спасибо за вопрос. Да, на самом деле, большинство осложнений у мужчин и у женщин после радикальной цистоктомии они схожи. Но имеются специфические осложнения, которые характерны непосредственно для женщин. В частности, как указывалось в докладе, одним из таких редких осложнений является формирование резервуаровоголичного свища. Также у пациенток женского пола чаще встречается состояние гиперконтиненции и недержания мочи. Это, на наш взгляд, наиболее явное отличие у пациенток. Почему мы говорим в данном исследовании об осложнениях, которые возникли именно у женщин? Все сводится к тому, что исследование проводилось исключительно у женщин, и важно было продемонстрировать, что женщинам также возможно выполнение ортопической пластики мочевого резервуара с благоприятными результатами. Да, Заургимович, несколько вопросов пришло. Первый. Почему доступ к пузырьному вагинальному свищу был выбран трансвагинальный? И как это после такого доступа свища не чаще рецидивируют? Это первый вопрос. Спасибо за вопрос. Да, в обоих случаях выполнялся трансвагинальный пластик свища. Это предпочтение хирурга, и это удобно в анатомическом плане. Рецидива свища не возникало. Второй вопрос. Оценивалась ли гиперконтинентность? Гиперконтинентность оценивалась. Результаты продемонстрированы в различных статьях, которые опубликованы в журналах, в том числе в онклурологии. Здесь я не озвучил об этом. Но гиперконтиненция, если говорить об этом, чаще возникала у пациенток с модификацией резервуара по ВИП. В нашем исследовании у пяти пациенток сформировалось данное состояние. Они были переведены в режим самокатализации. А скажите, сроки развития этих нежелательных явлений, какие они были? Сроки оценивались после трех месяцев с момента выполнения операции. Спасибо вам. Спасибо. Продолжение следует...